Проблема ЖКХ едины для всех регионов страны. К такому выводу пришли участники Собрания Союза Городов Центра и Северо-Запада России. Такие встречи делегации проходят уже 24 года подряд. В этот раз представители 17 регионов прибыли в Иваново. На вопросы делегатов отвечали представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Живое обсуждение вызвало проблемы аварийных домов и работы управляющих компаний. На 1 января 2014 года более 11 миллионов квадратных метров жилья являются аварийными. Эта цифра, считают чиновники, сильно занижена. В этом году нам предстоит расселить 2 миллиона 870 тысяч. И, соответственно, жилищные условия планируется улучшить. Для района 211 тысяч квадратных граждан. Тут 211 тысяч квадратных граждан. Гладко расселение не проходит и в Ивановской области. До следующего года необходимо решить, будут ли созданы муниципальные управляющие компании. Региональные чиновники отчитались о состоянии дела в нашем регионе и наметили болезненные и острые вопросы. Один из них – закупка муниципалитетом нового жилья. Сегодня вот та цифра, по которой сегодня мы можем закупать, она не соответствует реальным рыночным ценам. Если сегодня нам предлагают закупать там по 30 тысяч за квадратный метр, а реальная цена сегодня на первичном рынке там 37 тысяч за квадратный метр, понятно, мы видим, что здесь идет 7 тысяч, непонятно откуда брать. И хотя он сегодня, Александр Ильич, отметил, что действительно мы нашли там 2 компании, которые все-таки пойдут на эти условия, но таких компаний, скажем так, все меньше, и условия для них, конечно, это просто неважно символы. Тщательной проверкой по настоятельной просьбе представителей министерства ЖКХ должны подвергнуться новые дома, в которые будут переселять жильцов аварийного фонда. Александр Фомин рассказал, что в регионе существует практика приемки домов не только специалистами заказчика муниципалитета, но и Департамент архитектуры и строительства, а также стройнадзора. «Специалисты наших правительственных областных служб выезжают на стройки, мне на стол кладут фотографии с соответствующей аналитикой, поэтому за качеством строительства ведется самый пристальный контроль. Сегодня дома в области строятся либо кирпичные, либо песко-бетонные блоки, либо несъемная палубка, а это значит монолитный бетон, и здесь с точки зрения качества будет совсем другой результат». Представители 17 регионов страны будут решать важнейшие вопросы ЖКХ в течение всего дня. Делегаты также посетят несколько предприятий региона, в том числе Водоканал.